Здравствуйте, друзья! Что? Осень у нас в Пенсильвании. Сегодня 25 октября, если я не ошибаюсь. Движемся мы по 40-й дороге, US-140, как считается боковая дорога, но очень красивая. Вот, сейчас мы на вершине, на которой находятся пещеры. Называются они Laurel Caverns. Вот, они сейчас будут примерно в одной миле от нас по левой стороне, вернее, не сами пещеры, а дорога, которую к ним ведет. Там очень красиво, я там был. И сейчас мы приближаемся к опасному спуску, на котором скорость для трака всего-навсего 10 миль в час. Можете сами представить, насколько он тяжелый и опасный, этот спуск. Ну, и подъем тоже самое, если он в обратную сторону, конечно, движется. Вот, сейчас мы движемся и видим вот эти вот знания, что опасная гора. В общем, будьте осторожны, она даже не на желтом фоне, а на красном. Вот, деревья уже желтеют. Кстати, достаточно поздно. Обычно желтеют деревья пораньше у нас. Вот, многие еще даже до сих пор стоят более-менее зелененькие. Вот, вы видите поворот на эти пещеры. Одна вывеска, вот вторая. Снова нам напоминают, что очень тяжелый спуск с поворотами на протяжении 3 миль. И даже для грузовиков сделана обязательно остановка. Не важно, насколько ты загружен. Тяжелый груз, легкий груз или вообще пустой. Я сейчас пустой еду. Вот, но сказано, если общая масса больше 10 тысяч фунтов, обязан остановиться. Но у нас куда больше, конечно же. Поэтому мы будем останавливаться. И вот та самая табличка для грузовиков и автобусов. 10 миль в час на вот этом спуске. Сейчас вы видите, какой обалденный вид там открывается на город Юнион Таун, Пенсильвания. Он у подножия этого холма. Вот, а пока мы выполняем обязательную остановку. Вот, то есть надо остановиться здесь до полной остановки. Вот здесь дана схема этого спуска. И на ней находится одна зона для вылета. Вот вы видите город там в низине. Стоит маленький грузовичок, ремонтирует какие-то провода. Включаем моторный тормоз и будем выполнять указания. Попробуем действительно ехать с такой небольшой скоростью. Посмотрим, как у нас это получится. В данном случае я выбрал четвертую передачу. Сейчас я вам покажу. Даже на четвертой передаче скорость 15 миль в час. Включаем аварийную сигнализацию. Вот, пока едем так медленно, можно рассмотреть вот такой вот скол, который я получил на этой неделе камешками из-под самосвала. Очень обидно, конечно. Но что делать? Это дорога. Навигатор у меня выключен, потому что, в принципе, я нахожусь в родных краях. Вот. И вот внизу как раз город Юнион Таун. Небольшой город на пересечении таких дорог, как Пенсильванская дорога 51. Вот эта дорога US-40. Платная дорога Пенсильвания 43. И также из него выходит 119-я US-ка дорога. Вот как раз все это в этом городе и пересекается. Но мы будем ехать в объезд. Прекрасный пейзаж открывается. Вот вы видите, насколько деревья успели пожелтеть, покраснеть. А некоторые вовсе остались зелеными. Там на встречной полосе есть такой кармашек. Туда можно заехать и пофоткаться на фоне этого замечательного пейзажа. Ну, я думал, что мы не будем на вот этой скорости сумасшедшей снимать весь спуск. Тем более я где-то делал про это видео. Но вот такая вот небольшая история. А еду я домой. Несмотря на то, что сегодня всего лишь четверг. Рынок грузов немножко упал. И я решил заехать домой. Такой кул в Камине из-за того, что я иду на моторном тормозе на низкой передаче. Звук обалденный. Про него, кстати, я тоже снимал видео. Совсем недавно выкладывал. Ну, продолжаем наше неспешное движение. Кстати, даже несмотря на четвертую передачу. И несмотря на то, что машина пустая. Машина раскатилась до 20 миль в час. А это около 30 км в час в свою очередь. Вот еще раз эти напоминания. Спуск действительно очень опасный. И я не знаю, насколько картинка с телефона это будет передавать. Но поверьте мне, мой вестибулярный аппарат не ошибается. И этот спуск действительно очень крутой.